МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И Роман Лабуренко, заместитель директора по посылочному бизнесу ОФПС Алтайского края. Здравствуйте! Рады приветствовать на телеканале Катунь-24. Пользуясь случаем, вас также поздравляю с праздником. Ну и немножко расскажите о нем. Как давно появился? Спасибо. Добрый день всем. Этот праздник появился 9 октября 1969 года. Его придумали и стали отмечать и праздновать о нашей коллеге из Великобритании. Спустя 50 лет этот праздник активно отмечается национальными почтовыми компаниями по всему миру. У нас также есть День Почты России. Он отмечается во 2-е воскресенье июля. Отмечается благодаря указу президента, который был подписан в 1994 году. Как правило, в этот день мы проводим торжественные мероприятия, на которых отмечаем наших лучших сотрудников. Давайте сейчас расскажем про Почту России именно здесь, в Алтайском крае. Сколько отделений, сколько сотрудников. И, как я понимаю, у кого сегодня будет небольшой корпоратив, может быть? Может быть. В структуру нашего алтайского филиала ФПС Почты России входит 14 почтампов. 1056 отделений находятся на территории всего Алтайского края. 877 из них находятся в сельской местности. Ну и на сегодняшний день мы смело можем назвать наше предприятие одним из крупнейших в Сибирском регионе, так как у нас трудятся около 7 тысяч сотрудников. Вот сейчас есть такие разговоры, я не знаю, у вас они звучат или нет, что некоторые люди полностью отошли от почты и пользуются в интернете различными ресурсами. Как читаете, в ближайшее время или вообще, в принципе, может интернет заменить такую привычную почту, обычные письма, посылки и так далее? Я думаю, что нет, и объясню почему. Несмотря на то, что мы с вами живем в век информационных технологий, интернет занял абсолютно весь мир, смартфоны везде сопутствуют нам, и полностью социальные сети содержат, в том числе и у детей есть смартфоны, но традиционные письма никогда не идут из нашей жизни, потому что люди как отправляли письма, так и отправляют их на сегодняшний день. Могу привести статистику, в нашем крае ежегодно жители нашего края отправляют около 600 тысяч отправлений. И люди продолжают отправлять и поздравлять друг друга открытками ежегодно, в праздники, отправляя их друг к другу. Ведь так важно написать теплые слова нашим близким и забиранием сердца ждать ответных поздравлений. К тому же сейчас очень развито направление посткроссинга, их на самом деле в мире уже огромное количество. И вы знаете, когда мы проводим различные акции для людей, на которых предлагаем бесплатно отправить письма или открытки, мы видим огромное число различных участников, которые с большим интересом пишут теплые слова своим близким, родным, отправляют открытки, ведь это же так важно. Поэтому я думаю, что электронные письма никогда не заменят рукописные. Вот прозвучало слово посткроссинг, давайте расшифруем. Да, конечно, это такое направление, когда совершенно незнакомые друг к другу люди одну и ту же открытку отправляют, наклеивая разные марки, интересные марки, и один и тот же конверт, либо одна и та же открытка получает своих заинтересованных пользователей много-много раз по всей стране. Теперь все понятно, теперь все очевидно. Расскажите сейчас, в 21 веке, в 2019 году, какая главная задача почтовых работников? Главная задача почтовых работников – это объединять людей, объединять людей, дарить людям праздник, позитив. Основная стратегическая задача почты России – это стать высокотехнологичным, конкурентоспособным, современным, надежным поставщиком услуг, как почтовых, как логистических, так и финансовых. Это основные цели и задачи у нас, которые стоят на сегодняшний день. Вот так вот серьезно обсуждаем, хотя, казалось бы, на календаре праздник. И скажите, вот прозвучало это слово «корпоратив», хотя, может быть, не совсем уместно, может быть, какие-то официальные мероприятия сегодня на предприятии Почты России в Алтайском крае будут проходить. Может, о них поподробнее прямо сейчас? Праздновать мы, конечно, отмечаем и словесно поздравляем друг друга с этим праздником. Но, конечно, основные традиционные мероприятия у нас проходит день «Российская почта», как сказали уже Роман. В основном хочу отметить о том, что в УПС Алтайского края очень много мероприятий проводят именно с детьми, со школьниками. Как правило, это открытые уроки, на которых наши сотрудники рассказывают историю Почты России и обучают, как правильно заполнить адресный блок на конвертах. Елена, Роман, подскажите, вот уже многое перечислили. Какие-то, может быть, еще цели, задачи, проекты, которые сейчас реализуются в Почте России есть? Да, сейчас достаточно активно развивается онлайн-торговля. Алтайский край не является исключением. Поэтому Почта России на всей территории страны запустила новые проекты, новые продукты. Это «Посылка онлайн» и «Курьер онлайн». В чем ограничение и в чем разница? Первое, по посылке онлайн есть ограничение по весу. Здесь ограничение до 20 кг. И получатель сам выбирает при заказе в интернет-магазине пункт выдачи заказов. Пункт выдачи заказов у нас – это отделение связи. При воспользовании услуги «Курьер онлайн» получатель также выбирает, может выбрать удобный пункт выдачи заказов, а также может выбрать курьерскую доставку. Здесь ограничение по весу чуть выше, порядка 31,5 кг. И получатель может заказать себе доставку как домой, так и в офис. Услуга достаточно удобная. Она сейчас в тестовом режиме обкатывается в Алтайском крае. Первые результаты нас радуют, они неплохие. Отдельно хотел затронуть тему службы курьерской доставки, которая за последние три года на почте активно развивается, развивается, внедряется. Хотелось бы развеять сомнения простых обывателей, что курьеры – это почтальоны, которые приносят отправление, и, скажем так, это пережитки им прошлого. На самом деле это не так. Это полноценная курьерская служба доставки. Это курьеры, которые используют современные автомобили. Это курьеры, которые полностью имеют в своем арсенале весы, упаковочный материал, платежный терминал для того, чтобы получатели могли рассчитаться по безналичному расчету, что сейчас тоже достаточно удобно. Поэтому это направление развито, пользуется спросом. Курьер может себе заказать как физлицо, так и юрлицо, позвонив по телефону нашей горячей линии 8 800 205 3 8. То есть пока в тестовом режиме. А когда появилась услуга? Сколько уже длится этот тестовый режим? Если показателями довольны, есть ли какие-то перспективы, чтобы внедрить ее уже на все 100%? Ну, последние тарифы, то, что я вам назвал, продукты, которые мы предлагаем нашим клиентам, они были внедрены буквально два месяца назад. Служба курьерской доставки, повторюсь, она уже организована три года и достаточно неплохо работает по Барнаулу и по краю. У нас на сегодняшний день четыре участка курьерской доставки по одному в городах Барнаул, Биск, Крупцовской, Белокурих. Елена, может есть что-то дополнить? Конечно. Что касается финансовых услуг, тоже могу похвастаться некоторыми успехами на Почте России. У нас, например, мало кто знает, что через почтовое отделение связи можно оплатить штрафы и налоги, коммунальные услуги. Как-то больше же ориентируется на почтовые или на посылочные услуги, которые оказывают приоритеты. Еще хочу отметить о том, что у нас есть новый проект, который внедряется сейчас на Почте России. Это мобильные почтово-кассовые терминалы. Удобство в них заключается в том, что любой житель нашего города может не выходя из дома оплатить штрафы, налоги, коммунальные услуги. Достаточно сообщить оператору связи об адресе размещения, времени посещения жителя, желающего оплатить, либо сообщить об этой услуге по телефону. У нас есть положительный опыт, когда жительница Ость-Алейки написала к нам обращение, и мы оснастили наших почтальонов этими мобильными устройствами совместно с администрацией сельского совета. Благодаря главе Степнову Александру Алексеевичу мы организовали пункт приема платежей коммунальных для жителей этого села. Так что вот такие проекты внедряем, реализуем, и они достаточно успешны на сегодняшний день. То есть все максимально современно и максимально в ногу со временем, и максимально удобно как раз, скажем так, для жителей Алтайского края, для потребителей. Ну и давайте на позитивной ноте закончим нашу беседу, поскольку у вас праздник, мы сегодня поздравляли, поздравили вас. Давайте несколько приятных слов коллегам. Коллегам, Елена, начнем с вас. Во Всемирный день почты. Конечно, хочется поздравить всех работников, пожелать здоровья, благополучия, успехов в новых начинаниях, и чтобы на все хватало сил. Я думаю, что только хорошие новости должна доставлять Почта России. Я в свою очередь хотел также присоединиться к словам Елены, пожелать нашим коллегам, пожелать всем нашим зрителям это здоровье, безусловно, это достижение планов, достижение целей и поставленных задач, которые мы ставим перед собой. Еще раз вас с праздником. Спасибо за это интервью. Вы смотрели интервью дня на телеканале Катунь24. Оставайтесь с нами.